Здарова, молодежь! С вами первый и пока единственный в мире лесной бармен Виктор Дмитриевич Зайцев. Бармены всего мира используют сложное оборудование, которое зачастую стоит не один десяток, а то и не одну сотню тысяч рублей. Я хочу доказать, что приготовить хороший, профессиональный, официально зарегистрированный, всеми признанный коктейль можно в лесу, используя самые обычные подручные средства. Сегодня мы будем готовить коктейль Кровавая Мэри. Один из самых популярных, ну и, наверное, один из самых моих любимых коктейлей. Как говорила одна моя одногруппница, надеюсь, она смотрит мои видео, я бы под этот коктейль съела шашлычка. Поехали! Итак, заходим на сайт iba.com. Коктейль Кровавая Мэри. Ингредиенты. 45 мл водки, 90 мл томатного сока, 15 мл свежего лимонного сока, 2 дэша бустершерского соуса, табаско, соль, перец по вкусу. Метод смешать все ингредиенты в барном стакане со льдом, налить в стакан Рокс. Если требуется сервировать со льдом, залить в стакан Хайбол. Гарнир, сельдерей, лимонный... лимонный... ну, лимон, короче. Ну, вы, ребята, даёте. Какой Рокс, какой миксинг-глаз, какой Хайбол. Всё по-нашему сейчас будем делать. Так, приготовление любого коктейля начинается с охлаждения посуды. В данном случае у нас посуда и барменская, и гостевая. Она представляет... хотя нет, хотя нет, хотя нет. Вот это у нас будет гостевая посуда, вот это у нас будет барменская посуда. Нужно её охладить и добыть немножко льда. В принципе, сейчас не так уж тепло. Сейчас примерно 2 градуса тепла. К сожалению, растаял весь снег, растаял весь... Как это называется? Лёд-фраппе в естественных условиях. Но он всё равно лежит. Сейчас мы пойдём его собирать. Как для гостя, так и для бармена. Поехали! Поганые большевики воруют мой снег. Не переживай, брат Белофин, мы свои. Так, ну вот мы добыли немножко замены сельдерея для гарнира и немножко льда фраппе в естественных условиях. Я думаю, в принципе, нам этого хватит. Всё. Стакан гостя. Вот это вот стоит, охлаждается. Всё хорошо, мы его отставляем. Стакан бармена. Сюда мы должны отмерить и налить все наши ингредиенты. То есть 45 водки, 90 томатного сока, чего-то там... А, 15 мл лимона, какой-то там соус, какой-то там ещё соус. Короче, всё нам поддерживать нужно вот сюда. Сегодня среди ингредиентов у нас какой-то лимон, который я вытащил у бати из стакана чая и завёрнул в туалетную бумажку. Ещё один какой-то лимон похожего рода. Сок, соус, точнее, табаско made in USA. Ну и водка 5 озёр. Всё самое лучшее. А, ну да, ещё, конечно же, томатный сок из Окея за 59 рублей. Так, нам нужно отмерить 45,90. Я в прошлом видео своём сделал джигер. Вот он. Пахнет порохом до сих пор. Я, конечно, не эксперт, я, конечно, не глазомер, но я предполагаю, что здесь как раз 45 мл и есть. Но я могу ошибаться. Ладно, допустим, представим, да, представим, что тут 45 мл. А, кровища, кровища. Люблю кровищу западноевропейских девственниц. Берём джигер, к сожалению, он не протекает, удивительно. Берём и наливаем в барный стакан. Так, какие-то веточки, секундочку. Так, ладно, веточки потом отсеются через... Через стрейнер. Теперь берём и добавляем туда два... Два... Два джигера водки. Стоп, наоборот. Один джигер водки, два томатного сока. Наоборот. Вот у нас получилась такая вот кровавая... Жижа. На дне. Так, ещё нужно 15 мл. лимонного сока. Мы просто делаем вот так. Так, это мы оставим потом на украшение. Теперь по логике его нужно спить. Так как крышка от нашего барного стакана представляет собой стакан гостя, я же не могу как бы перевернуть его. Поэтому я сделаю хитрее. Я сделаю вот так. Сделаю вот так. А, нет. А, да. Вот, сделаю вот так и сделаю... Опа. Опа. Фокусы. Цыганские фокусы. Берём и взбалтываем. А, ну льётся мне на руку. Алис гемахт. Смесь смешана. Стоп, господа, я неправильно сделал. Надо было барной ложкой. Сейчас, сейчас всё исправим. Да, господа, стоп, я неправильно сделал. Надо было барной ложкой, да. Помните эту барную ложку, которую я сделал в прошлом видео? Да, надо вот так вот ей вот так вот стоять и перемешивать. Да, 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 всё правильно. Да, кстати, вот зачем нужна вообще барная ложка? Бармены никогда не пробуют коктейли вот так по вкусу. Они берут барную ложку и через неё добавят. Но так как у меня барная ложка, она немножко примитивистическая, я делаю вот так. Вундевар. Да, конечно, я же забыл табаско. Табаско, ребята, это практически половина дела. Ну и бурда. Так, теперь мы берём наш самодельный стрейнер, который я тоже делал в прошлом видео. Стрейнер. И теперь внимание, фокус. Прошу обратить внимание, стакан гостя уже, ну будем считать, что охладился, да, то есть он охладился. Мы лёд выбрасываем, он нам больше не нужен. Мы берём стакан гостя через стрейнер. Стрейнер. В данном случае надо сделать вот так. Мы берём на край стакана нашего, надеваем стрейнер и делаем вот так. Ой, мимо полилось. Понятно, да? То есть, смотрите, мусор и мелкие частицы снега остались вот здесь. А коктейль наш, он вон где. Вот он плавает. Так, ну и теперь украшения, конечно же. Так, берём нож и делаем вот так. Вундевар. Я считаю, это просто произведение искусства. Посмотрите на это. Ну, как бы, кто перед таким устоит? Это же просто... Это же просто какое-то чудо. Просто посмотрите на это. Просто чудо. Я могу ошибаться, но, по-моему, фанатом Крауэй Мэри был Эрнест Хемингуэй. Но я могу ошибаться. Ну, я теперь понимаю Эрнеста Хемингуэя, почему он так не любил войну, в отличие от Эрнста Юнгера. Ну, что ж. Как это называется, как это говорится? Слава России! Кхе! Тьфу! Кхе! Кхе! Много табаско бахнет. Ой-ой-ой! Кхе! Давай-ка я немножко ещё томатного сока, чтобы разбавить. Ну, лучше не стало, но... Теперь этого больше стало. Ой, надо запить. Ой, надо запить. Ух! 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 Б musi! Ух! Ух! Редактор субтитров А.Семкин Да, господа, в пьяном виде садиться за руль в любых обстоятельствах нельзя, это очень-очень плохо. При съемках этого видео я, пьяный, хмельной, веселый, жаждущий, наконец-таки отомстить финнам за выборг, за рулем не сидел. Меня обратно вез другой человек. Даже если ваш командир приказывает вам сесть за руль вашего Т-26 и бросится в атаку освобождать Карелию от финских захватчиков, но вы вчера выпили за здоровье товарища Ворошилова, не садитесь. Пусть лучше вас расстреляют, чем вы сядете за руль пьяным. Всем спасибо. С вами был, первый и единственный в мире лесной бармен Виктор Дмитриевич Зайцев.